Музыка Сказочные одежды, волшебная рубашечка шерстяная, грудь своя родная и жилеточка карпатская. Очень тепло и хорошо. А это твой серый волк? Карета. Рено Логан. Едем на славянские ветерки танцевать, зажигать. Иван Царевич на вятке. Да, вся сказочными сокровищами от Кащея Бессмертного. Вот, взял Кащея за яйцо и он мне дал, короче, кучу сокровищ, чтобы я народу раздавал русскому. Всех без себя радовало. А чтобы все люди зажили в изобилии радости, богатства и красоты. Что она сказала? Ну, билетик на вечеринку. Пять на вечер. Вечерка. Вечерка. Так, переднейшую педальчинку продолжим. Раскаетесь. Морозуя готовы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Здравия, Иван Харевич. Здравия, парень севера. Рад встретиться. Встретились на Вятской земле. Очень здорово. И я тоже рад тебя видеть. Совершенно случайно тебя здесь застал. Не слежу за твоей страничкой, к сожалению. Случайность происходит самое важное. Случайно-то случаем нашим. Случайно зашел и смотрю, опа, а ты в городе Кирове. Да. Просто у вас похватился и прибежал к тебе. Цель моего прихода на сегодняшний день какова, что Сергей Данилов, Марат Харрисов, они продвигают, ну, понятно, копное устроение, земство, о чем сегодня как бы идет, молва народная. Но они в своих речах очень часто употребляют, ну, не то чтобы часто, но употребляют такую вещь, что мы каждодневно предаем свою Родину. Кто в чем. И люди, многие, не понимая таких вот слов, как бы не понимая таких изречений, многие люди думают, что они сидят дома, бездействуют и этим самым не предают Родину, хотя на самом деле бездействие – это и есть предательство. Люди, сидящие дома, ничего не делающие, они предают каждоминутно свою же Родину. Вот если взять тебя, к примеру, я вообще, если честно, смотрел на глобус и не мог понять, где ты живешь. Потому что ты то в одном городе, то в другом, то в третьем. Тебя вообще можно найти. Я полрухи матушки объехал сказочно. Вот, вот, вот. С радостными вестями. Я вот хотел тебя спросить, что ты можешь вот сказать на вот эту же тему, что, в принципе, народ свой бездействует, и, ну, не то, что он предатель, конечно, там, я как бы не в этом смысле, а как бы ты подсказал нам, людям, чтобы вот выйти из этой ситуации и прекратить действительно самих себя просто-напросто подставлять, предавать, я не знаю, можно по-разному это назвать. Вот что ты нам порекомендуешь? Ну, на земле наступила эпоха волка, по славянскому календарю, закончилась эпоха лисы. И пробуждение неизбежно. То есть звезды, они огромные. Вот такая звезда, вот такое солнце, вот такая земля, и на ней мы вот такие люди. И эти звезды нас облучают, поэтому крутись как хочешь, а проснутся все. То есть те, что лежат на диване, скоро не смогут лежать. Те, кто бухают, скоро не смогут бухать. То есть была эпоха лисы, это как раз была эпоха жизни и без царя в голове. Лизица съела колобка, царь померк, разум померк, и люди начали воевать, рубить леса, рубить бороды, вот. И познавать жесткую материальность в виде насилия над женщиной, над народами, над собой, прежде всего. Вот. И сейчас идет возрождение. Вот мы сейчас на Вятской земле, Вятская роспись возрождается. Начинают вот такие матрешки шить красивые. Это я вот был недавно на Соловках, на севере Руси. Общался там с Баба-Ягой Соловецкой. Вот. Сейчас на Вятской земле прошли всемирные сказочные игры, собирали сказочных героев со всей Руси, с Европы даже приехали. Вот Вятская карусель, традиционная, красивая. Где на конях народ скачет. И вот сейчас крутится вот это кола сварожье. Вот. И всеобщее пробуждение неизбежно. Но для того, чтобы оно произошло, ситуация доходит до маразма. То есть покровительница Лисы, богиня Мара. И вот страсти накаляются до такого предела, что дальше терпеть невозможно. То есть... И тогда все накрывается медным тазом. Почему на Украине заварушка началась? Потому что именно украинцы заматерили больше всех. Больше всего полюбили тапочки, телевизор, сало, шоколадин. Я слышал... Прости, я слышал, Сергей Данилов говорил, что эгоизм великорослов довел до такой степени. Потому что, в принципе, на Украине-то люди, они били тревогу, они пытались что-то сделать. Да, били, но некоторые. А в целом массовое сознание заснуло больше друзей. Тут же такая ситуация. Мало было тех, кто били. Надо, чтобы больше было тех, кто пробуждали народ. Когда был Майдан, еще, могли уже выйти люди, добрые молодцы и богатыри земли русской, увалить этим майдановцам. Но они отсиделись в окопах. Это как раз и говорит, что они погрузились в Матрицу, в Сонное Царство. И они в свое время не выступили. И вот как снежный ком накатилась ситуация. Ведь в Беларуси была тоже похожая ситуация в Минске. Наш главный богатырь всех прикатал. В России пытались поднять. Тоже прикатали. Нет, сейчас попытки болотные. Это еще цветочки. А вот весной сейчас начнется вообще жестко. И вот если русский богатырь в России не проснется, если он к весне хотя бы не сообразит, то у нас Майдан в Москве начнется или в Питере. Вот в чем дело. Это вполне серьезно. Я считаю, что Майдан на Украине послужил огромной прививкой для всего русского народа. Глядя на то, что это творится, сильной поддержки Майдану ожидать не приходится здесь. Потому что люди же видят. Сейчас интернет, телевидение. И очень мало, я думаю, таких, которые поддержат Змею Горынычей. Потому что рядом слишком очевидный пример. Нигде-нибудь в Иране. Не факт. Я, к примеру, еду в автобусе или в поезде, просто у народа начинаю спрашивать. Никто не в курсе ничего. Вот в чем дело. Вот в нас, выражаясь твоим языком, Кащеева игла, стержень вот этот, он почему-то в нас сидит. И нам надо как-то его надломить. В конце концов, проснуться. Или я не знаю, как правильно выразиться. Я не умею это как-то выражаться. Нам надо победить Змея Горыныча. На Украину прилетел Змей Горыныч, американский. Американцы так же и молятся гадам. О май гад, говорят. Молятся змеям. Ну и русские богатыри. Змей Горыныч нужен для того, чтобы прокачать богатырей. Ведь если нет змея, как ты проверишь силу богатырскую? Есть семежильная сила или нет? Поэтому разворачивается грандиозная божественная игра. Бой. Змея Горыныч, богатырь. Кто кого? Ну и мы знаем, что в русских сказках всегда находится Илья Муромец, который побеждает. То есть вначале так получается, что Змей Горыныч в сказке, когда прилетает, он начинает жрать девушек молодых, что мы видели. Пожирать даже богатырей веловатых. А потом выходит реально самый сильный богатырь и побеждает змея. И в сказке он получает Елену прекрасную жену и полцарства в придачу. И так как мы все воспитаны на этих сказках и те, кто на диване лежат, пиво пьют, и те, кто уже проснулся, то у нас внутри сидит вот эта тема победы. И победа неизбежна. То есть Змей Горыныч к нам ползают раз в сто лет по древней традиции. Получается, что ты тоже не отрицаешь, что это идет и на нашу землю. Я имею в виду сегодняшнюю территорию России. Волна вот такая катится. Сейчас Украина, была Белоруссия, сейчас Украина. Волна катится, но я думаю, что не докатится. Она не докатится в каком случае, вот о чем я. В том случае, если люди русские наконец-то поймут, проснуться. Ты же правильно, в прошлый раз мне говорил, что мы жили в эпоху лисы лжи и обмана. А сегодня это правда, она должна хоть как-то выкатываться вперед. Вот чем дело. Я вот хотел у тебя спросить, люди, каким образом, я не знаю, как правильно выразиться, но хотя бы проснуться, хотя бы проснуться и понять, что мы сегодня предаем сами себя своим бездействиям. И мы дотянули эту ситуацию до такого, что уже весной реально у нас может быть Майдан. Дело в том, что согласно сказочной мудрости выходит один богатырь и побеждает тьму вражеских войск. Тьма это 10 тысяч человек, тьма тьмущи это 10 тысяч умножь на 10 тысяч. То есть даже несколько русских богатырей могут увалить и китайцам, и американцам, всем, кому надо. И эти богатыри до сих пор и остались. До сих пор есть люди, которые вот такие деревья с корнем из земли вырывают. Мне тут вестники приходят. До сих пор есть люди, которые могут за одну секунду стометровку пробежать. То есть вот так вот в сапога скороходы. Потому что у них остались эти способности, они их тренируют, развивают. и поэтому у нас есть и засадный полк, который когда надо всегда вылазит. Но цель-то какая у родных наших богов с небес? Дело в том, что когда идет критическая ситуация, тогда лучше всего получаются люди шедевры. Задача богов вообще в целом, они-то на нас с небес смотрят. Задача богов вы сделаете из нас шедевров, сделаете из нас асов. И они нас обтачивают. А когда алмаз обтачивают, это же жесткость идет, правильно? Вот он, самородок в земле лежит такой, аа, так, невзрачный, камень-камень. А когда на алмазе грани вытащат, на бриллианте грани вытащат, и бриллиант такой, сверкающий грани. Красота, красота. И вот задача родных богов вытачивать эти грани. И оказывается, что война это наилучший способ. То есть война, она ломает многих, но зато в этом месилове рождаются люди-шедевры, у которых жилодержат. А есть другая точка зрения? Которая создает вот этих вот... Есть другая точка зрения, я вас слышал в интернете под моими видео пишут, они говорят, что парень севера, пойми, что на войне гибнут лучше. Ну, действительно, люди, имеющие честь, совесть, достоинство, они идут вперед, и они гибнут. Ну, это их зрение, такое мировоззрение. Лучше они гибнут, если бы они гибли, уже бурусь накрылась. Но она же живет. Значит, остаются силы, остается порох параковницы. Ну, просто мы, пребывая в сонном царстве, у нас, конечно, такое впечатление от происходящего тяжелое. Ну, когда мы смотрим, сниживаю, все происходит. А задача, когда царя в голове зажигаешь, ты можешь, как орел, воспалить на ситуацию, сверху посмотреть, что происходит. Так а что сегодня происходит? Происходит, что прилетел змей Горыныч, должен проснуться русский богатырь, слезть с печи, валить змею Горынычу, победить их, и потом получить Елену Прекрасную Жену и полцарства в придачу. Наша русская победа неизбежна, потому что эпоха волка наступила, это эпоха нашей Руси-матушки. Появилась даже сеть волчек, ВКонтакте. Основал Павел Дуров, это же Иванушка-дурачок. И ВКонтакте вот буква В, Волк, Велес, а лисия сеть одноклассники, ОК написано, по-английски, кстати. А написано оно так, что сверху кружочек, а снизу крестик. Это череп и кости, это символ лисы, череп и кости. Крестьянство там, череп и кости, одноклассники. Вот тебе рыжая лисия сеть и волчья, В. основал Иванушка-дурачок. И как раз самая созидательная тема именно через контакт идут. Одноклассники больше как развлечение. Правильно? Вот. Ну, ситуация такая, что вот у нас, например, есть вот эта одежда, твой этот белый свитерок. Но когда-нибудь ты сносишь этот свитерок и выкинешь. Он дырявый, будет грязный, он стирается, не стирает, не отстирывается. Купишь новый свитерок и ты не паришься от этого. Точно так же боги на нас смотрят. Вот это наше явье тело, это свитерок для души. Тело однажды для души. Душа одежда для духа. А задача духа, который во всем растворен, дух же этот, который во всем растворен, он и в Абами, и в Американцах, и в Рольчердах, и в нас с тобой, и в гаджетах дух, и в этой щуке, и в молодильных яблоках. Все создано из единственной единой божественной силы. И эта божественная сила разыгрывает разные сказки, разные фильмы, чтобы было интересно играть. И вот перед тем, как родиться на землю, нас род Всевышний каждую нашу душу спросил. Вот у нас на земле 7D кинотеатр, объемчик. Вот, ты попадешь, у тебя будет 7 тел, своя семья, 7 одежек и все без застежек. Какой бы ты фильм хотел увидеть в 7D кинотеатре? У нас романтика, комедия, трагедия, боевичок, фильмы ужасов. И ты такой, ну вот, я уже пожил в райских садах, вещих лесах, золотое время тысячевого воплощения, надоело. Можно мне боевичок с элементами ужаса? Род Всевышний говорит, хорошо, будет страшно. Ты говоришь, а фигня, давай попробуй. И ты раз в Донецке родился, раз в Киеве родился. То есть все, что сейчас происходит, это выбрали наши души на небесах. Но по правилам, когда мы заселяемся, мы об этом забываем. И в роддоме еще помогают. Шею свернули, запеленали, яркий свет в лицо. Сразу сахар, помидоры, картошка, и ты все забыл о духовном мире. Вот, поэтому ты, конечно, паришься, и многие русичи, что вот, люди теряют. Но Боги на небесах не парятся. Они хотят сделать из нас шедевров. Им нужны кадры. Кадры решают все. Что за кадры? Задача человека научиться управлять собой. Научиться управлять своей семьей. Вот. Потом после семьи идет род. Собрание семьи. После рода идет клан. Клан – это русское слово. Это близкие роды. Кланы объединяются племена. Племена объединяются в народ. Народы объединяются в человечество. Вот семеричная структура. И ты учишься управлять по ней. После того, как ты научился управлять народом, ты уже управляешь землей. Потом управляешь солнечной системой в тридевятом царстве. Потом управляешь чертогом, созвездием. Потом ты управляешь галактикой. Понимаешь? И роду Всевышнему нужны кадры. И ради того, чтобы создать вот эти кадры управляющие, понимаешь, он делает все, что хочет. Потому что же род Всевышний, он во всем растворен. И в американцах, и в русских. И в змеи Горынычьи, и в богатыре. И все мы выбрали родиться в это время и пройти среди этих приключений. И безусловно, если человек пролежал на диване, пропил, так и умер от алкоголизма. Он как бы эти приключения профукал. Его задача была проснуться, а он не успел проснуться. Как бы здоровье пропил и умер. А тут такая тема, вот мы все родились в Советском Союзе, когда все бухали. Принято было. Мясо ели там. Праздник это просто обожраться был тем. А сейчас эпоха волка и надо просыпаться на здоровое питание переходить, на трезвый образ жизни, на изучение родной культуры. И вот кто проснулся, молодец. Он как бы прошел приключения, божественный квест. Кто не проснулся, как говорится, его проблемы. Как в школе, есть творчесники, есть отличники. Да. И вот у нас божественная школа, она описана в буквице. 49 буквиц. Аз, богов, ведру, глаголю, добро. Начало. И 49. Программа на 49 лет развития человека. Вот он. Кружочек. Крутится колос ворожье, крутится жизнь. Один круг, это 49 лет. Это рок. В нем 49 уроков. Каждый урок называется так. Аз, боги, веде. И вот кто эти уроки выполняет, тот 50 лет отмечает юбилей, и у него должны что быть? Навалом здоровья, радости, красоты, богатства, любви, друзей. Если 50 лет ты уроки не выполнял, а прогуливал божественные уроки, то 50 лет зубы выпадают, волосы сидеют, почка отказала самая большая юбилей, которую мы празднуем 50 лет. И в христианстве праздник один из самых больших, 50-ниц. И вот идет школа жизни, и в ней идут уроки. И уроки и приятные, и неприятные, и через любовь, и через войну. Просто когда в человеке просыпается сознание азы, царь в голове, он идет на войну, и его все пули облетают. Как вот был в войну такие случаи, люди владели казачьим спасом, прапорщик Трофимчук. Его на передовую всю роту положили, а он жив, ни одной царапине, еще раненых вытаскивали. То есть видно, что не трус, который в окопе сидит. Его в другую роту опять всех положили, ну, на передовой, в пекле. А у него ни царапины, и он опять раненых вытаскивал. И его спрашивает, ну, однополчаник, а как это так? Он говорит, ну, меня батя научил, если пули не убоишься, она тебя и не попадет. И действительно, пули, они, человек самой мощной энергии. Когда человек пули не боится, она вот так облетает. И Суворов же об этом четко говорил. Смелого пуля боится, а труса в кустах найдет. И реально, если человек стоит и дрожит в кустах, и пуля летит, и прямо в кусты. Как магнит. Конечно, самая сильная энергия это человек. Он и притягивает пули, он и отталкивает. Мужчина. Ну, но еще, конечно же, мощнейший обережный круг вокруг мужчины создает правильную женщину. Вот если человек, мужчина выбрал правильную женщину, которая берегиня, она вокруг него обережное пространство создает, и вообще броня, все неприятности, пули, бандиты, плохие приключения как бы, ну, так вот, мимо проходят. Вот Пушкин, например, он уже выбрал себе не червовую даму, а пиковую, стрелялся за ней, был убит. То есть, он же стрелялся из-за любимой жены, но она не хранила оберег, поэтому в него попали. А настоящая женщина, она создает настолько мощное обережное поле, берегиню, вот она. И все как бы мимо обходит. Поэтому здесь тренируется и женская сила, сейчас тренируется мужская, и задача богов сделать из наших шедевров, азов. Вот. И они на нас как смотрят? Вот, например, если у тебя дети, они играются в песочнице с соседними детьми, и кто-то у кого-то забрал машинку. И ты смотришь, и они, я машинку забрал, кто-то плачет. А ты тут решаешь глобальные вопросы там, человечества. Тебе они, ты говоришь, э, машинка, разбирайте сами. И точно так же кто-то ехал по Донецку, у него раз машинку забрали. И ты, такая трагедия, всю жизнь на машину копил. А боги с небес родные смотрят и так, а фигня, машинку забрали. Учись дальше. То есть, для них наш мир это песочница. Они нам помогают, выдают нам машинки, песочек, всякие игрушки, бирюльки, и забирают, когда надо. Вот. Поэтому, решение-то какое? Есть колокольня, в ней 7 этажей. 7 этажей, 7 тела у человека, 7 верст до небес и все леса. И ты выбираешь, с какого этажа ты смотришь на мир. Я сейчас рассказываю взгляд седьмого этажа, самого высокого. То есть, с уровня богов, свете его тела. Что все, что происходит, боги относятся, вот как, нашел одежду, потерял, родился, умер. Но главное, чтобы ты самореализовался. Мы ради этого тебе и войну дадим, и мир, и любовь, и ненависть, и предательство, и крепкую дружбу. Мы хотим, чтобы ты стал шедевром. И ради этого мы с тобой будем делать все. Вот. А когда ты находишься на первом этаже колокольни, вот ты весен, ты смотришь материально на этот мир. И реально жесткач. Напали американцы. У них доллар. Они все контролируют. Как бы, смиренство массовой информации контролируют. Да? Вот. У них сила. У них самая большая армия мира. Самый большой бюджет финансирования армии. Больше, чем все армии мира получает эта американская армия. И вот они напали на нас. И вот они убивают мужчин, женщин, детей нещадно. Они даже своих убивают. Вообще им по барабану не до кого убивают. И ты такой, да, действительно жесткач. И ты ходишь и плачешься. А что делать? Или идти воевать, или ходить. Ну, человек в непонятке. То есть выход надо подняться под колокольню осознанности хотя бы на четвертый этаж. Четвертый этаж это уровень клубьего тела. Видение причин следственных связей. Переплетение. Как мы сплетены с американцами, с евреями, с тещей. Это все как переплетено. Зачем все это причинно-следственные связи? Вот с этого уровня ты уже можешь объективно оценивать ситуацию. И не просто эмоции там «А, плохо напали на нас американцев». Зачем напали? А что какой из этого урок вынести? Как их победить? Как бы раз раз все по полочкам раскатать, взять и победить. Так в том-то и дело, что они за теми напали, что мы лежим на печи, ничего не делаем. То есть их рот Всевышний попросил. Рот Всевышний смотрит, трусичные разленились. И рот Всевышний репу чешет, богов своих собрал, помощников говорит. Ну что, надо русский народ разбудить, бодрить, что-то они там заснули, не по-детски. Так-то, тапочки, телевизор, пиво, вот это. Женщины, гаджеты, голливудские фильмы. Что делать? Ну, совет собрали наверху круг. Копное оправо там же наверху тоже есть. Земное копное оправо сделается по образу и подобию небесного. Вот. И говорят, ну, древний наш способ, давайте пришлем страшного змея Горыныча. Обычно, когда мы его присылали, то весь народ сплачивается, просыпается, взбадривается. Вот. И вот прислали первого трехголового змея Горыныча. Яценюк, технибок, технивбок, я первые яйца нюхаю, ты боксерок. Все, этот змей Горыныча как бы сдулся, прислали нового змея Горыныча. Опять, тема медного царства. То есть, тема пара Шенка, Кала Мойски и Ляшко голубой. Новый трехголовый змея Горыныча. То есть, этот сейчас исчерпает, если он не пробудет, еще пришлют. И так будет присылать, пока наш народ не подымется и действительно не валит им по полу. И как показывает жизнь, обычно русичи побеждали, когда приходил Дедушка Мороз. Это было в 812 году, в 43-м. И сейчас, как бы, Дедушка Мороз на подходе. Вот кто-то верит в Деда Мороза, кто-то нет, а ведь он есть. Он нам сколько раз помогал победить врагу. И почему Дед Мороз побегает? Потому что они змеи, рептилоиды. А что происходит с лягушками, крокодилами, когда Мороз? Они в анабиоз впадают. И реально. Вот они впадают в анабиоз. То есть, Мороз играет нам на пользу. И не зря именно прошлая зима в Америке была самая холодная за последние 100 лет. То есть, их там так заморозило, так снегом занесло. То есть, Дедушка Мороз до них добрался. Потому что, если он до них не добрался, они бы сейчас еще больше вдарили. А так они там отморожены. И они как бы вдарили, но не так сильно, как могли бы. А сейчас опять Дед Мороз на подходе. И украинцы поймут, кто тут братья, славяне, а кто тут враги. Дедушка Мороз объясняет доступными методами. Вот. На вятской земле красивая, радостная роспись. Почему? Вот когда человек застрял в медном царстве, он видит мир в черно-белом цвете. Вот враги, вот мы хорошие, они черные, мы белые. Жизнь полоса черная, полоса белая. Когда человек уже в серебряное переходит, душа оживает, человек мир одушевляет, мир становится разноцветным. То есть, не то, что белый и черный, а есть все и синие люди, красные, желтые, зеленые, как бы, разные интересы в мире, да? Мир разноцветный. И когда человек в золотое царство переходит, тогда он видит весь мир как божественный промысел. То есть, он видит, что и Змей Горыныч, и Богатыри, и Каще, и Елена Прекрасная, и Царевна Лягушка, и Ротшильды, и мы с тобой хорошие, сотканные из одного и того же божественного сияния. Но ради чего все это? Чтобы интересно жить было. Вот сейчас такие люди, вот ты представь, пришел фильм посмотреть в кинотеатр, дорогой фильм, заплатил билет за 2000, дорогой фильм. И там в начале фильма все хорошо, в середине фильма все хорошо, и в конце фильма все хорошо. Скучно. Представляешь, как ты гневаться будешь? Блин, я вам бабки заплатил 2000 там, или 3. Не, ну, я в данный момент сижу и думаю, я заплатил 2000. Но мне фильм сейчас на все 7 валивает. Ну да. Потому что здесь 7D реально. кинотеатр только 3D перешел на 4D, а мы 7D. Тут же скач пошел такой серьезный. Я просто вот сейчас у родителей живут у границы, и я просто реально слышу бум, бум. И я понимаю, что буквально полчаса им езды, и моего дома не будет, его танком раздают. Вот чем дело. Но они вряд ли нашу границу могут перейти. Чего? Маршбросок полчаса, час, и они уже в Белгороде, к примеру. час, они уже там в Ростове. Ну, это же пресловутая американская, ой, это украинская армия, она же такая голова, так как говорили. А люди, тем более, которые сидят в Москве или вообще там за Уралом, они сидят, как будто бы слушают новости, что это где-то в Африке происходит. У нас к этому долго приучивались. Вначале вышли фильмы про Рэмбо, про Терминатора, и люди привыкали к насилию. До такой степени приучили, что люди забыли даже. Люди не могут понять, что это идет уничтожение русского мира. Нас, русских, уничтожает, причем с нашими же руками. а кто-то нет. Едут же туда добровольцы. Едет гуманитарная помощь, правильно? Мы помогаем им как можно. Сейчас им перекрыли. Там только путинские Камазы могут ездить, а дальше ребята там бушлаты по сто раз границу переходят, чтобы сто бушлатов туда перевезти. То есть уже пошли лужинки и пытаются Новороссию задавить. Вот в чем дело. Что Киев контролирует границу там? Нет, это наши, русские, не пропускают сто бушлатов. Человеку надо пройти сто раз границу на себе пронеся этот бушлат. То есть наша пятая колонна в России начинает зажимать на русские. Эта пятая колонна становится все более очевидной. Не видно, что народ ее не уважает. Макаревич заявил на своих симпатиях, его сразу перестали на концерты ходить. То есть он один билет на концерт не имеет. И кто начинает вопить сразу за этих змеев? Ну сразу видим их. Потому что все-таки я вижу, что большинство народа здравомыслия просыпается. Еще они понимают, где богатырия, где змея. У предателей поддержка сейчас мне кажется минимальная. Я позавчера выпустил новый фильм. название ему отдал жесткое самоорганизация или смерть. и в скобках написал все мера то. что значит. хорошее. И читая комментарии у меня пишут что угодно люди. Вот я плохой, я пропутинский, я Федоров плохой, Данилов плохой. В общем там что угодно люди пишут, только я не видел ни одного комментария, который просто написал ладно я понял я пошел делать весь фильм именно об этом и мне один парень пишет ты что считаешь застряли на них один парень пишет вконтакте говорит ты что реально считаешь что людей которых ты показал в этом видео что это типа достойные люди а я им отвечаю вопрос не в этом и говорю что эти люди достойные недостойные сегодня за тебя делают свое настоящее я говорю а ты как сидел там у себя на диване ты так и сидишь и в итоге завтра ты будешь вихнем но не в своем вот люди этого вообще не понимают что они своими руками сегодня могут делать свое будущее которое завтра будет уже настоящим ихним и вот люди это не могут понять Харрисов это пытается донести Данилов пытается донести ты это делаешь очень многие люди это делают что это же сейчас разворачивается космическая драма и каждому объясняет методом золотого петушка три раза вот как объясняем спокойно такое обстановочки через интернет через живые встречи объясняем что надо сделать то-то что вписаться в эпоху волка кто это сделает молодец кто это не сделает тому придет жареный петух и объясняет другими методами пробуждение всеобщее неизбежно во-первых а во-вторых Русь вечное понятие еще нас никто никогда не побеждал поэтому говорить о том что тут нас какой-то майдан свалит это все никто нас не свалит потому что еще никто никогда не сваливал так же думали на Киевской Руси говорили ой ребят здесь невозможно и вот они на Киевской Руси что получается это будет еще лет 10 назад разумные люди говорили то есть они слишком там уже как говорят попутали понятия сегодня что они хричат москалей на ножи сегодня тот же Данилов говорит что ребята в России что если вы не соберетесь не самоорганизуетесь все то же самое будет у нас здесь в России я об этом в своих видео уже 5 лет говорю надо самоорганизовываться да я считаю самоорганизация она идет как-то деленка но она идет не только же через создание копного права но и через проведение этих вечеров в русском народном стиле через разные клубы то есть самоорганизация начинается с того что возрождается культура победить же можно только культурно политика всегда должна идти на втором месте после культуры потому что когда политика впереди опять все путается то есть вначале культурное возрождение а потом смена политической ситуации поэтому вот эти вечеринки что сегодня была у нас в центре с фольклорным ансамблем Слобода на Вятской земле тут самая радостная кстати Дымковская роспись самая радостная роспись в России именно Дымковскую роспись сняли за образец на сочинскую олимпиаду то есть на сочинской олимпиаде где мы победили русские так Дымковская роспись в нем было целый там городок и масленица вот в этом вятском стиле была проведена то есть вот она сила прет отсюда какая разноцветная и это сила победы то есть наша сила победы она должна быть разноцветной поэтому мы именно на вятковской земле говорим о таких хороших еще ну это понятно что русская культура ее надо возрождать и сила в правде но тем не менее ну что смотри видишь карусель сразу первой попалась даже карусель крутится и жизнь идет кто на коне усидит тот останется кто упадет его проблемы эпоха меняется всем надо сесть на белого коня победить Змея Горыныча каждому мужчине так вот в этом загвоздка загвоздка именно в чем в том что люди бездействуют вот репку в Тимиро можно тянуть вот как ты сейчас про Семера снял фильм тут все в картинках как раскладывается и вот эти благодаря вот этому бездействию русской взяли да, женщины должны ждите и рожать видишь ну взяли пока условно можно сказать что взяли мы с тобой тут сидим беседуем спокойно на своей земле о чем хотим причем правильно ну вот посадить деревья по деревьям не поговоришь в кафе ну да ну почему все с Киева началось потому что Киев это же мать городов русских мы же когда кстати действительно почему все с Киева пошло ну и выражение Киев мать городов русских и все вот древние былины мы почитаем про Лью Муронца Алешу Поповичу Добрыни Кичи других богатырей все с Киева начинается потому что же русичи когда похолодало на севере они пошли по из Гипербореи древней вниз вот так раз и шли через Кольский полуостров Санкт-Петербург Великий Новгород Витикск сейчас Гомель откуда Иван Царевич приехал Чернобыль и дошли до Киева вот и на Киеве там камень такой там написано налево пойдешь прямо пойдешь и направо часть русичей из Киева пошло налево и основали Харьков Сталинград вот ну нынешние города Харьков Волгоград часть пошли вниз вниз идет там после Киева Одесса Царьград это Стамбул сейчас называется Александрия который Александр Македонский построил египетские пирамиды часть русичей пошло направо Варшава славянский город и Берлин славянский город то есть Берлин Варшава Киев Харьков Волгоград лежат на одной линии и поэтому Русь как пытались с Берлина взорвать снова из Берлина дали по Сталинграду по Волгограду там были там были взрывы перед Олимпиадой но вот не получилось ситуацию сломать и пошла отдача вот назад Волгоград Харьков Харьков же сейчас как бы в таком непонятном пока состоянии Киев взяли а Харьков еще да там партизаны работают ну Харьков это потому что Хару кующий там казаки характерники Харьков ух ты да вот а вообще американцы пришли в Украину они подавятся Украине на Украине живут самые сильные воины вообще всей земли всей планеты это же там живут потомки казаков запорожских которые брали все брали турков брали китайцев брали японцев брали самураи учили Европу брали донские казаки да они короче брали всех и вот они залезли сейчас к нам и здесь у нас самые крутые воины потомки их которые у них остались и до сих пор есть такая тема что американским наемникам там уже начали платить несколько раз больше потому что смертность повышенная оказалось что они пришли сюда не прогуляться как в некоторых странах Ближний Восток а тут их очень им даже зарплату начали повышать и то они боятся я один в Америку смылся и пишет да эти русские они смотрят на нас звериными глазами нам от взгляда даже страшно и даже когда мы сидим в окопе мы слышим как они просверляют глазами пространство и реально до сих пор там такие крепкие орешки сила духа что они просто там штаны накладывают и поэтому мочат их этих змеев Горыныча же не по детски там все время свежую партию заводят и мы знаем что смертность в украинской армии в 10 раз выше чем в нашей это меня моторова прикалывает я его увидел на фоне других солдат он оказался маленький такой его реально бояться ну да его реально бояться вообще а сила духа да сила духа вот что значит он только куда-то на улицу входит все словно ветер прошел так от него так как будто опа и все присели мощный такой конечно видите все мощный поэтому конечно нам надо ковать силы надо готовить богатырей и побеждать Змея Горыныча но просто хочу сказать что победа неизбежна что в русских народных сказках на которых мы все выросли которые у нас под сознание заложено всегда найдется богатырь который ввалит Змея Горыныча и победит просто конечно же цена победы неизвестна может погибнуть там 10 тысяч человек а может погибнуть миллион человек и это зависит от чего от скорости пробуждения чем мы быстрее проснемся тем будет меньше погибших людей чем мы дольше будем раскачиваться сидеть в этот охтотапочки телевизор меня это не касается тем больше будет жертв бездействия то есть победа неизбежна но цена победы неизвестна вот такая ситуация на земле и вот когда ты зажигаешь царя в голове то есть на пятый этаж колокольня подымаешься сказочный тогда ты бы где не оказался всегда будешь безопасности то есть даже что ты в Москве что ты в Киеве что ты в Харькове человек человек с царем в голове он как бы в шапке невидимки он живет по своим правилам пули его облетают никто с ним ругаться не хочет потому что он видит божественный промысел во всем та же тема какая нельзя воевать с ненавистью то есть когда мы так вы козлы пятый сектор ненависть делает человека слабым и он проигрывает змея то есть когда у человека ненависть он опускается на уровень инстинга медное царство а здесь змея Горыныч и победили он на тот же уровень врага а как побеждал Илья Мурунец надо их были начать пришли враги змея Горыныч войска с мать ему еще он говорит добрый молодец с любовью вступайте отсюда по добру по здоровому пока целое и смотрит на них жарким взглядом добрым и они такие нет мы будем биться и он такой ну биться так биться и вот заметил всех этих украинских лидеров у них перекошенные лица ненависти а у наших спокойно как у богатырей стрелков спокойненько спокойненько и Илья Муромис танцует украинский танец гопат и всех в танце с радостью разносит в пух и прах вот так только мы можем победить в радость поэтому эту точку зрения надо доводить вот Змей Горыныч и мы должны с радостью с азартом смирнуть ему всех голову конечно без ненависти то есть он прилетел для того чтобы прокачать нас ведь заметить сейчас говорят ой мужики измельчали ой бабы всем рулят действительно так а как вообще мужиков можно сделать сильным только с помощью змея горыныча бабы бабы нас сильными не делают а когда мы змея горыныча победим когда мы вернемся уже такие возмужавшие тогда женщины такие о мы будем вас слушаться а пока у нас в обществе мужики такие подкаблучники веловатые 15 раз подтягиваться даже не могут многие вот догонялочки бегают медленно молодец забавах не участвуют вот бабовщина у нас бабы рулят и вот змея горыныч он прилетел чтобы нас из мальчиков сделать мужей вот в этом божественный промысел вот крутится кола сворожья вот всем мужчинам надо сесть на коня вот все мужики на конях кон это славянский устой жизни то есть копное право тоже отсюда живет вот поэтому самоорганизация она неизбежна но вопрос в том сколько в нее людей попадет неизвестен вот кто туда не попадет того действительно перемолит колесо времени и тот пойдет под раздачу потеряет свой свитерок а кто сумеет сейчас самоорганизоваться кто сумеет прорасти корнями в землю матушка а корни это наша культура знание танцев игр хороводов молодецких забав знание то что врага можно побеждать только с радостью как Илья Мурами без ненависти кто сумеет эти корни пропустить тот будет ближайшие дни месяцы годы процветать и здравствуй а кто корни не пропустит кто останется в пиве в голливудских фильмах наркотиках вот тот как бы потерял свой свитерок явное тело и до свидания с этой планетки извините божественные уроки не прошел все на второй круг на второй круг а богам то что это мы тут паримся о смерть страшно а боги такие потерял человек свитерок ничего пусть подучится новый пошлет поэтому если идти по русской традиции как мы можем победить вот богатыри которая просто вот царь говорит все Елена прекрасная похищена и надо возвратить ее колокола бьет и выходят богатыри биться благослови царь батюшку он раз благословил и они пошли биться и вот когда просто вот так с дуру бегут биться змей горынычек сжигает кого-то затаптывает хвостом в землю по щиколотку по колено по пояску потом вот это говорящая богатырская голова с которой никакого толку нет то есть кто вот так с дуру валит на змея горынычек кто с дуру валит на американцев вот так просто я вас не люблю и попер тот всегда проиграет потому что змей был хитрее всех зверей полив в библии написано это действительно так американцы такие хитрожопые что ты просто так не пойдешь их и не победишь вот так вот в дуру имея большие кулаки и большую ненависть не победишь никогда они слишком хитрожопые то есть как правдой и культурой у них и деньги все вот да а вот да смотри как побеждает богатырь то есть потом царь смотришь что-то все богатыри проигрывают кого-то сожгли в алкогольном угаре в сигаретном дыму кого-то сожгли в религиозном дурмане в эзотерическом еще в каком-то там наркотическом косметика отравили едой все человек сгорел пасфуджи тоже высушивает человека вот а царь говорит одному богатырю вот думает что-то все гибнут а победить-то надо Елену прекрасно надо вернуть он говорит богатырю а сходи-ка ты к бабееге и пошел богатырь к бабееге весь челес на доработку и вот бабаега встретила богатыря накормила напоила явье тело привела в порядок то есть победа возможно когда ты научишься правильно питаться и вот явно будешь хорошо выглядеть второе в баньке попарила жарье тело привела в порядок победить можно когда у тебя сильные мышцы когда ты семижильный жила держит когда ты настоящий мужик можешь и девиц на руках носить раньше это было испытание вокруг деревни три раза любимую на руках пронес женись нет ты или вилова ты вилова или она корова не твоя понимаешь в молодецких забавах должен побеждать хотя бы в некоторых жарье тело прокачало потом бабаега спать уложила навье тело третье тело мудрости когда мудрость прокачана ты понимаешь это наше это не наше это правильное учение это не наше учение потом бабаега с утра выдает путеводный клубочек глубье тело то есть именно зная путеводный клубочек ты его катишь и он тебя катит прямо в логово зверя вот не просто бить куда-то не бить не в бровь а в глаз то есть чтобы удар был смертельный для змея не просто махать кулаками а именно в самое вот такое место чтобы победить змея для этого нужен путеводный клубочек потом бабаега отправляет богатыря солнышко встретиться за жизнь царя в голове пятое тело как казаки за веру за царя за отечество за царя в голове за веру небесную и за отечество народную культуру потом бабаега дает волшебного коня сивку бурку вещью каур и вот именно в сказках часто не богатырь побеждает в былинах а конь копытами затаптывает змей волшебный конь именно тот который перепрыгивает лес необычный конь которого скачет а волшебный конь который раз речку перескочил раз озеро раз и лес и потом бабаега говорит все надо делать состояние благодати вот ты валишь змея ты с любовью вали ему вначале объясни ему что вступай отсюда если он не понял ты туда ему можешь рубить головы с чистой совестью с чистой радостью вот когда семь тел прокачано тогда наша вот победа наступает и сейчас каждого из нас стоит выбор вот у каждого из мужчин на земле прокачаешь семь тел победишь змея горыныча будешь жить проиграешь все не прокачался извините школу божественную не прошел умер бандитская пуля аппендицит рак шел упала с носа гипс то есть способов убрать человека который не сдал экзамен у богов навалом и что ты в Киеве находишься что ты в Москве что ты в Вятке спрятался всем надо прокачать всем тел и для того чтобы это произошло сейчас на руль запишем запущено много вестников вот каких как Данилов как другие просветители и они как бы объясняют по хорошему по золотому что давайте самоорганизуйтесь занимайтесь казачьим спасом народную культуру изучайте вот кто понял семь тел прокачал к Бабе Яге сходил Баба Яга это же есть образ нашей народной древней культуры древней Баба Яга представительница древней культуры мудрости да кто собрал себя семь тел тот молодец тот победил Змея Горыныча будет жить и процветать в вещих лесах райских садах кто не прокачал семь тела кому избушка Баба Яге задницей повернута все пришел а избушка задницей повернута а ты не знаешь как ее повернуть в себе и туда ты такой виловатый змей Горыныч себя или обдурит или сожбет или в землю затопчет сам виноват вот а боги на небесах они просто создают декорации вы богатыри вы змеи ты или она прекрасная цель царь типа байга ты вещи лес здесь как бы раз роли раскидали и пошли играть вот представь мы сидели когда-то в небесах разные божественные души кругом таким колом копным правом и такие ну что давайте на землю слетаем и сыграем в какую-нибудь интересную новую игру ну давайте какую игру вот у нас на носу ночь сварога надо такую игру пожескачу и какой-то душе говорят ты ротшильдом будешь он такой буду ну ты пойми тебя надо всю землю натянуть справишься он такой да блин справлюсь дайте мне какой-нибудь Рокфеллера в придачу ты будешь Рокфеллером буду Обамой будешь буду Путиной будешь буду парнем севера будешь Иван царевичем будешь буду и как бы раз роли раскидали бухариком будешь буду но бухать это и не просто будет да я буду бухать все нормально как бы раскидали роли расы заселились всей этой всем этим балаганом задача Змеев Горыныча всех сжечь задача богатырей победить Змея Горыныча кто кого кто его знает то есть она как бы ситуация многогранна может так и так сложиться но с учетом того что утро сварога мы победим только вопрос какой ценой будет два богатыря будет или 200 миллионов останется вот это неизвестно как раз вот это и есть свобода выбора тебе говорят собрался победил не собрался расстроился проиграл твои проблемы ну само слово смерть говорит что жизнь вечная то есть смерть это смена мерности тверда ты просто из мира яви переходишь в мир нави куда улетают все наши предки ты просто износил свой этот свитерок белый я износил свою рубаху красную лукину новую пошел и так вот люди умирают я весел одрехлело человек его покидает душа летит на небеса там подводит итоги репу чешет пишет план новой жизни и снова на землю заселяет и когда пишет план договаривается вот давай ты будешь парнем севера я буду иваном царевичем вот мы будем жить в каждом своем месте а когда настанет время двенадцатый год эпоха волок мы уже встретимся и снимем это интервью понимаешь почему мы здесь это наш небесный договор и сила случая свела вас вместе ты будешь случайно 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 это случом нашим случайно происходит самое важное вы согласитесь жил жил раз случайно влюбился никто же на земле не планирует как влюбиться вот живешь живешь эти красные девицы кругом смотришь выживаешь потом раз да ты самая красивая как же я без тебя жил раз я случайно влюбился случайно происходит самое интересное самое важное да 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 поэтому я знаю что случайностей в жизни не бывает это самое самое вот такая картина разворачивается и поэтому мы сейчас основали школу сказочную семинарию собери свою матрешку мы этим летом сообразили на троих провели три грандиозных фестиваля один в крыму вот именно когда мы провели в крыму еще кстати только прошел референдум еще были запрещены массовые мероприятия но мы провели и когда мы проводили сказочный фестиваль в крыму приехала огромная ярмарка с колобками и матрешками впервые за 20 лет в Симферополь и впервые там была проведена конференция всероссийская учителей образования которые отметили что в образовании кризис и они не знают что делать а кто знает что делать народная культура знает что делать второй фестиваль под Питером под Москвой и третий под Питером то есть мы охватили всю Русь-Матушку Крым, Москва, Питер незримая связь южно-русская культура северно-русская мы изучали там 49 танцев 49 хороводов 49 песен 49 букв и в целом изучали как собрать свою матрешку потому что по 7 образов на каждой из 7 тел 7 на 7, 49 сейчас мы делаем медиафильм и готовим семинарию можно будет там учиться и вот кто к нам поступит тот сумеет собраться собрать со всей этой многогранной вселенной части себя вот эти кусочки как Иван-Царевич порубленный ему надо кусочки собрать всех помогает серый волк и сейчас каждому из нас мы все порубленные мы все вышли побитые из эпохи Лисы кривые вот это видно тем что вот люди сидят голова на бок все криво одолело прочес волос сейчас у многих на бок он должен быть посередине прочес волос когда ты в правде лицо симметричное одинакое владение правой и левой рукой вот это правда в человеке живет а была эпоха Лисы мы все окривели и нам надо родиться в правде и собрать себя из кусочков кусочка у нас 49 вот и поэтому всех приглашаю учиться в нашу сказочную семинарию собрать себя из этой вселенной стать целостным сильным и победить Змея Горыныча богатырям а красным девицам собрать себя и стать берегими то есть создать вокруг русских мужчин настолько сильный кола сильная кола защиты чтобы враг даже не смог приблизиться к нам Змей Горыныч то есть мужчинам надо мужская сила женщинам женская вот и получается чтобы познать русскую культуру ее нужно познавать со всех сторон да и когда ты начинаешь ее познавать со всех сторон вдруг в один день ты понимаешь что ты уже в ней в этой культуре это главная организация которая нас объединяет потому что смотри сейчас у нас есть сидоровцы вот сидоровы почитали есть левашовцы есть коповцы есть анастасиевцы есть староверы родноверы язычники кришнаиты и все славяне и заметь все друг друга недолюбливают да 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 кришнаиты недолюбливают христиан христиане недолюбливают язычников язычники не уважают там сидоровцы сидоровцы левашовцев вот это есть тема порубленности но при этом все уважают колобка уважают русский народный танец барыня вот я танцую барыню никто не против из них вот я говорю семь раз отмерить один раз отрежь против поговорок никто не возникает то есть вот это вот фундамент славянское единство народная культура когда ты выйдешь из всех этих сект читателей каких-либо книг а ты скажешь вот мы русский народ у нас и священное писание русские народные сказки веды наши заповеди пословицы и поговорки наши обряды наши обряды танцы и хороводы где наш алтарь алтарь наш солнышко встречаем солнце вот алтарь божий этот алтарь никто не разрушит руки коробки космос что кумиров поставить придут христиане сожгут и потом эти язычники там родноверы наших кумеров пожилей но потому что нафиг кумиров ставить вот кумир главный сон ни у кого руки не дотянутся против него и оттуда идет главное посадили с Никто не возражает, если ты посадишь березовую рощу, кедровый бор, понимаешь? И при этом ты можешь каждому кедру уделить какое-то имя предка, делать священную рощу, осмысленно посадить. Растет кедр и растет родовая сила. Понимаешь, кумир он стоит, дряхлеет, гниет, ну вот вырезает. А дерево растет и растет божья слава, больше кислорода и растет связь с предком, через которого ты посадил это дерево. Конечно, живое. Да, живое. То есть именно живая тема победит. Потому что все вот это треугольнички. Вот русская культура, а вот левашовцы, сидоровцы, левашовцы, сидоровцы, кобовцы, анастасиевцы, это треугольники, секторы. А наша задача все объединить. Потому что у Левашова, у Сидорова, у Анастасии у всех есть какие-то хорошие идеи. Это не грани одного бриллианта. Да, и главное не зацикливаться на этой грани. Вот в чем дело. Все они же молодцы. Просто надо понять, что вот она культура. И понять последовательность. Вначале явное тело красивое, потом ты должен стать сильным. То есть пока ты не прокачаешься сильно, жаре тело пока не прокачаешь, только ты 15 раз не подтягиваешься, 3 километра не бегаешь без одышки. Любимую жену километр хотя бы на руках не пронесешь. Ты сдыхлик. И тебе Змей Горыныч украинский скоро валит. И американский. Потому что ты виловатый богатырь, получи по заслугам. Стать надо сильным мужчиной, прокачанным. Поэтому он царей сейчас ездит по всей Руси, молодецкие забавы. Стенка на стенку, она. Бои такие не падятся, искры летят. И больше всего за эти бои меня благодарят женщинам. Они подходят и говорят, нам так радостно видеть, что мужики еще остались. Да, конечно, потому что они в жизни обычно там, а тут раз, мы их только качаем, шуишка из глаз летят. Они такие, здорово. Потом еще качели, когда мы женщин на руках носим. Карусели живые. Вот. Жаре тело прокачал, нагре тело, мудрость народа. Потом клубье тело. То есть надо понять, что, зачем и как в этом мире. Вот, как победить. Не просто вот так, вапу валил с дуру на этих американцев. А именно вот это вот причинно-следственная связь. Потом пятое тело, колобка зажег, колобье тело. Ты можешь со светом божьим идешь. Потому что Георгий Победоносец, который попирает змея, это наша наиглавнейшая икона, змеи-американцы. Георгий Победоносец, образ русского народа. Англосоксона. Ну, и мы их под копьем держим. Георгий всегда с колобком. То есть без обретения царя в голове, невозможно победить змея. Только когда ты дружишь со своей головой, когда у тебя золотое сияние просыпается, царь в голове, как у казаков, за веру, за царя и за отечество. Почему? Потому что атамана дает приказ, и каждый казак советуется со своим царем вот этим. Ага, хороший. Правильный приказ, неправильный. Если правильный приказ, все казаки выполняют. Если неправильный, меняют атамана. То есть не так, как сегодня в армии отдали приказ, он пошел и убился. Да. То есть всегда... Кстати, в армии же существует вот этот параграф, что они могут не исполнить приказ своего вышестоящего. Слава Богу, существует хоть какой-то. Если там мама скажет родные убить. То есть, а у нас многие почему-то забывают это, что на так называемой украинской армии, что в российской армии забывают про вот этот параграф, что она есть. То есть любой, в принципе, Витязь сегодня может спокойно не исполнять приказ. Да, может пострадать, но зато совесть чиста. Ну, конечно. Ну, вот как раз я недавно прочитал цитату Льва Николаевича Толстого. Он говорит, что единственный смысл жизни человеческой это создание бессмертных качеств в себе. То есть, те качества, которые с тобой перейдут в новую жизнь. То есть, именно вот это качество совести, чести, справедливости, правды. Если тело пострадает в борьбе за это, это же святое страдание. Но и хорошие люди, кстати, в тюрьме сидели, правильно? Потом вышли там, оп. Махат Маганди в тюрьме сидел. Да, мы, кто там еще? Ну, наши многие сидели, да. В прошлом году я ездил к Герману Стерлигу, меня удивило вот его такое одно из речений. Он говорит, он говорил, Вася, пойми, мужик, мужику, он говорит, нормально воевать. у нас многие думают, что война это что-то такое крайнее, что-то такое невероятное. Он говорит, мы, говорит, забыли, что, в принципе, это нормально. Раньше были казаки. У них это была профессия. Просто каждый должен воевать на своем уровне. Конечно. Со своего... И многие вот этого боятся и бегут от этого. Да. Но кто на диване лежит, убегает, кто еще куда-то подальше на Сибирь, там убегает и тому прочее. И у нас мужики действительно забыли, что это ихняя обязанность, в принципе, за родину, за отечество стоять. В чем дело? Ну, воля случая, сделай так, что всем напомню. Да так, что никто не отвернется. То есть, это такая тема, что не избежать встречи или с золотым петушком, или с жареным. Все. Утро сворога, утром кукарекать петухи. То есть, или ты под кукареканье петухов встаешь, или заходит прапорщик с ведром воды и в лицо тебе трещит, и по-любому проснешься. Да? Ну, мы так делали просто на сказочных фестивалях. То есть, у нас водяной был. И вот мы вставали на расцвете каждое утро. И кто там любил поспать, мы мочили прямо в палатке холодной водой, спальники, без всяких состраданий. Почему? Потому что ради дисциплины, ради порядка все нужно. У нас диктатура. Диктат – ура! Диктат света. Встаем на расцвете, все, ложимся на закате, целый день прокачиваем всем телом. Разгумевал, разгумевал. Дальнейшие твои планы какие? С каждым днем жизнь становится интереснее, жизнь становится веселее. Изучая просто народную культуру, мы видим, что еще до 21 сентября 2014 года, вот только что, был по славян-арийскому календарю год черный жриц. То есть, познание темной стороны жизни для всех. И поэтому, именно в год черный жриц случился Майдан. Это еще один показатель того, что это является частью божественной игры. потому что это были древнейшие испытания, которые приходили и волхвы русские, и Пифагор, и Платон. Просто про Пифагора описано. То есть, когда он же учился Пифагор в Греции, потом в Египте, потом у персов, гениальное произведение написал, которое до сих пор известно. Так вот, одно из испытаний, там было просто неделю человека сажали в темную пещеру. И в темноте или люди с ума сходят, или они зажигают божественный свет внутри и выходят из темноты хорошей. И сейчас была такая область темного сознания. И эта темнота сознания, она была не только для украинцев, что Майдан случился, затмение, но и у тебя. Если ты сейчас вспомнишь предыдущий свой год, у тебя было очень много таких темных испытаний. И у меня, и у всех людей. Потому что это, ну, космический процесс это неизбежно. Но сейчас, в сентябре, ситуация меняется. Потому что сейчас год наступил звездного жрица, или полегче дышать станет. Мы уже с светлой стороны начинаем понимать. Ну, то есть, кола вращается и знание календаря тоже дает тебе определенные понимания, что происходит, зачем и как. Поэтому, по моим данным, уже этой осенью ситуация изменится координатно. В смысле, следующей осенью или весной? Нет, этой осенью, в зиме, придет Дедушка Мороз и расставит точки на дыр. Ага. Ну, конечно. Ну, и к тому же, наш светлый год наступает. Как бы, темные силы сейчас будут подавлены. Надо подсказать новоросам, что пока Дедушка Мороз будет с ними. Ну, конечно, напомнить новоросам, что Дедушка Мороз нам повсегда помогал. И в 812-м, и в 943-м, то, когда он приходил, мы начинали побеждать. У нас вот еще, что люди не понимают, что вот этот фашизм, который вот, институт, который востребован англо-саксонским миром, они же его каждый раз, этот фашизм, когда им надо что-то завоевать, они сразу, раз, и пользуются этим фашизмом. И вот у нас... Это их задача выпустить страшного фашистского гада, а наша задача и сломать ему голову. Да, да, да. Так вот у нас люди не понимают тоже еще таких вещей, что, в принципе, надо идти туда, откуда его выпустили, этого страшного змея. И у нас даже немногие люди в Новороссии... В Америку? Нет. Куда? Я предлагаю до вот Туманного Альбиона дойти, потому что, конечно, сейчас у нас даже Новороссий не понимают, что надо прийти в Киев, чтобы вот это все прекратилось. Зачем нам под боком вот это пошлить? Киев, мать городов русских, мы уже говорили, что там путеводный камень, где надо все в Печорской лавре храниться, там же, где и мощь Ельямуровца. Как раз я там был в Киеве, на Майдане я же был осенью, зимой и весной три раза ездил на разборке. И как я увидел на Майдане божественную игру. То есть, когда я зимой туда подходил к сцене, вышел мужичок, начал рассказывать, как плохо живется на Украине, говорит, я знаю выход. И такой раз достает из кармана такое яйцо, и говорит, яйцо-райцо. А яйцо-райцо это символ рождения нового мира. Действительно, в Киеве родится новый русский мир. И для этого ситуация достигает маразма. Лук натягивается, тетива, потом стрела летит, и мы побеждаем. То есть, Киев станет матерью городов русских снова. То есть, мы туда придем, и Киев будет столицей всей Руси. Объединенной Россией, Украиной, Белоруссией, Сербией, Хорватией, Польшей, Словакией. Все славяне, вот сейчас 16 стран, 16 языков славянских основных, как 16 порубленных частей Ивана Царевича. Их столицей будет Киев. И мы к этому идем. Поэтому Киев захватил змей, и как в Булине, сейчас мы туда придем, богатыри, валим ему, и Киев нас снова обидит. Вот как история нам говорит. Киев же на семи холмах, и там Илья Муромец. Так как нам история говорит, что все равно мы должны, одну из двух, либо мы в Киеве, либо киевские товарищи у нас здесь в Москве. другого не дано. Это история любых войн. Я знаю, за эти тысячелетия нам говорит, что одно из двух или с Киева правосеки в Кремле сядут, или все-таки мы придем в Киев. Но этого все равно я считаю, что мало. Джин это, вот этого змея, это выпустили ребята с Туманного Альбиона. И многие люди не понимают вот эти вещи, что нам рано или поздно придется туда дойти. Но в Тумане на Альбионе там же тоже неспокойно. Там в Шотландии, во Франции мы были, там быстро-бистро там родилось эти бестрои, все тому прочее. То есть наши казаки по Европе ходили и не раз, успокаивая это Европу. И я так чувствую, что придется третий раз дойти, быть может. Ну, этот поход на Европу неизбежен. Просто он может быть культурный, а может быть военный. То есть по добру, по здоровому. или по добру мы их культурно духотворим, там приведем в порядок за счет своей особенности. Или мы военным путем им объясним. Поход на Европу неизбежен. Вот. Потому что у нас такая традиция. Раз в сто лет ходить туда. В горе или у них традиция раз в сто лет настолько... Приходить к нам и отгребать. Ну да. Ну а змея Горынычев тоже руки чешутся. Он приставлен, сидит он в бедном в черном замке. у него три головы. И он там соображает. Одна голова Америка, одна Англия, третья Германия. И он такой, блин, скукота. Не укрась бы какую Лену прекрасную. Чтобы помериться с белушкой. Вот они, конечно, их задача нас обмануть. Наша задача их победить. И вот идет игра вселенского масштаба. Поэтому наша задача не говорить, что вот они плохие, змеи Горынычи, а мы такие хорошие. Надо говорить, о, змеи Горынычи крутые, а они там замышляют что-то. Ну а мы-то тоже не лыком шили. Нет, сами народы-то это понятно, это же мы же и есть сами. Это славяне живут в той же самой Европе, в той же самой Америке, в той же самой славяне. Просто чуть-чуть разошлись родами. Белый народ, конечно, да, единого. Другой вопрос, что вот кто управляет все народы из единого корня идут и из единого вселенной. Просто древо жизни разделилось на черные народы, красные, желтые, белые. Наша задача с тобой вести и дальше нашу деятельность, снимать фильмы, рассказывать об этом, будить народ с помощью золотого петушка. С чем мы с тобой не справимся, придет случайно в виде жареного петуха и объяснит людям другими методами, популярными. Это значит через попу. Вот, поэтому нам надо и дальше заниматься просветительской деятельностью, рассказывать народ, будоражить, подшевеливать, подкидывать крамольные мысли, кощунственные, чтобы народ взбодрился. Вот, а дальше уже хозяин-барин. Ну, как говорит народная мудрость, сказка ложна в ней намек. Кто понял ее, урок. То есть мы с тобой раздаем людям намеки. Все, давайте делать это, это, это. Кто понял эти намеки, с тем будет все хорошо. Кто не понял, то значит объяснят другие товарищи. Популярно. Популярно. Вот. И, конечно же, мужчины должны стать мужчинами. В полном смысле этого слова. Что сейчас мужики замельчал. Вот, есть повод, чтобы стать крупным мужчиной, сильным. Мощным. и мы действительно гордимся нашими героями, которые в Новороссии отстаивают русскую правду, которые щемят их. И много сказочного в этом. Вот, например, казак там есть, бабай. Представь, в детстве всех бабайкой пугали. Представь, и всех украинских детей тоже пугали бабайкой. Вот так было принято. И когда против тебя бабай воюет, у тебя же уже там в подсознании ничего себе против меня бабай. Или сказка есть такая Андрей Стрелок. Вот. Тоже прострел Стрелкова. Тоже он в этой сказке там побеждает, хотя попадает в очень такие трудные ситуации. К моему стыду я не слышал этого. Ну, есть такая сказка Андрей Стрелок почитай. Вот. Ну, и вообще это сказочно, что Стрелкова это же псевдоним его. но он же заметь, он участвовал в постановочных боях. Карфаген брал, Париж брал, Берлин брал, и сейчас этот человек армией занимается. То есть, представь, с одной стороны это смешно, потому что, ну, представь, не профессиональный военный, а вот ряженый человек, как говорится, участник постановочных этих сюжетов, и у него оказалась самая большая сила духа. Понимаешь? Или вот Губарев. Почему я говорю, если у тебя есть сила духа, если у тебя есть хорошая жена, тебе все по барабану. Губарев, Губарев, в свое время забрали, в тюрьму посадили. Его могли там сто раз убить, но не убили. Он вернулся и возглавляет. Почему? Потому что человеку не сломали силу духа. И когда ты силу духа не сломал, тебе ни один змей-горыныч ничего не сделает, даже если он тебя сцапал. И вот, видишь, его выпустили, и плюс у него жена правильная, которая вот она верила в него, она держала обережный круг, и вот Губарев вернулся из их тюрьмы, это вообще сказка. Вот скажи, как его могли отпустить такого? Это же их самые-самые страшные чудо. Да, это чудо, как его выпустили, но это чудо произошло, и чудеса как раз случаются с людьми сильными духом. И наша задача именно отдухотворить свою жизнь, проявить вот эту русскую. Здесь русский дух, здесь русскую пахнет. Ну да, только вот из этих витязей наших, их Губарева в том числе, из головы бы еще выкинул, чтобы он иностранное, так сказать, учение, а то недавно у него в интервью спрашивали, а может там Моторолу куда-нибудь баллотироваться, ну там, неважно на какой пост. И он говорит, ну вот по законам он должен проживать пять лет, это, а человек делает народное государство. и тут же оперирует знаниями, которые он получил в институте вот этими заморскими. То есть, он не опросил людей, что они хотят, кого они хотят, а он сразу же, строя Новороссию, пытается строить заморскими правилами, до правительствия. Вот этими как ты говоришь, все же мы находимся в состоянии развития и Бубареву надо почему-то подучиться, туда надо разведиться. Понять, что нельзя построить Новороссию по старым правилам. Новая эпоха, новое правило, надо свои придумывать каноны, а не запомнить. То же самое мозговое, перед кем я шляпу снимаю, вообще удивительный человеку, тоже. Но такое впечатление, что не знают они как строить государство. Ну конечно, откуда им знать? Они были простыми людьми, может не очень простыми, но по крайней мере наверное некомпетентными строительством государства. Это же тоже такая тема грандиозная. Поэтому раньше кадры готовили при Сталине, учили там, учили долго и упорно. А тут раз вылез и как что-то государство делать, держава, мало понятно. Но они даже что-то в последнее время между друг другом ссориться начали такие вести идут, да? Да, я так понял, что там разделяется армия Новороссии на две части. Та, которая воюет, типа моторола, мозговой, а другая часть уже собирала всех коммерсантов, бизнесменов, то есть они уже шкуру неубитого медведя Новороссии делить начинают между собой. Да, и реальным витязем Руси они начинают перекрывать каналы обеспечения. Вот неугоден им был там мозговой, они ему взяли и перекрыли что там. Моторола, там у него вообще по-моему технику боевую, броню забрали, а человек в аэропорту воюет, немыслимые вещи происходят. идет борьба, не успела Новороссия еще полностью состояться и уже начинает ее дербанить. Вот что плохо. Змеи Горынычи не дремлют, они же воюют не только танками, но и идеологией, ну и засланных казачков возможно присылают. Это невозможно там пол Новороссии я имею ввиду из вышестоящих этих новых чинов это засланные казачки. Ну да, они же любят долларов подкинуть человеку, нашу дьяволу продал и там начинается. Ну наша задача уметь находить этих засланных казачков. Для этого нужно разум включать. Да. Царя в голове зажигать. То все испытания даются для того, чтобы мы стали людьми шедеврами. мы стали крепкими как алмаз как кремень. Поэтому все что сейчас происходит это нужно для нашего духовного роста. И это является частью божественного плана. Потому что американцы тоже ходят под родом всевышним. Это наши уроки. Конечно это наши уроки. Наш урок состоит в том стать сильным мужчиной и побить змея. А его урок состоит в том чтобы обхитерить нас и сожгать или спалить в алкогольном угаре. Вот такая игра кто кого. Поэтому мы должны спокойно рассудить нога. хотите нажечь футушки и оно вас дольет. Вы хотите хвостом ступать хвост отрежем взяли отрезами. для этого видишь обязательно сходить к бабе эге. Те богатыри которые сдуру машут кулаками всегда проигрывают. Нет ни одного шанса выиграть. То просто сильный мужчина то есть это прикоснуться иными словами к русскому миру. и тогда мы ругаться не будем. Люди ругаются потому что они разбились по сектам. если все видели в центре русский мир тогда бы у нас было единство среди ополченцев и убили змея высосемья. Заметь даже под страхом смерти некоторые люди не хотят. Даже под страхом смерти объединяться не хотят. не ссориться. Вот это меня больше всего удивляет. Неужели мы такие тупые извиняюсь за такое слово. Или неужели настолько нас Змеи Горыныч обработал. Ну конечно на Донбассе там как надо или брать оружие драться или уезжать оттуда. Потому что там сидеть просто там надо действовать. Уезжать туда сюда скоро сюда придет. А дальше уезжать куда? В Китай или в Америку? Дальше уезжать то некуда. Это вот было восстание Пугачева. Когда в школе мы проходили, я все не мог понять, с какого рожна Пугачев полез туда на Романовых и там вся Европа была как бы там пушки пригоняли против Пугачева. А тут сейчас оказывается выясняются все эти вещи. Чудинов недавно рассказывал, кто такой Пугачев. Пугачев был тоже царем. он оказывается оставшийся единственного с былой империей нашей Тартария. И вот он пытался это все вернуть. Но у него не получилось. Почему? Потому что слишком долго ребята просыпались. Слишком долго. Европа дошла до Урала и до Пугачева. Слишком долго они ждали и лежали на печи. Вот чего я боюсь, что сегодня может к сожалению так же произойти. Повторится история. Вот этого боюсь. Ну и к чему твоя боязнь приводит? Пока не знаю к чему она приведет. Пока вот делаю видео, показываю тебя, себя, Данилова, как-то пытаюсь растормошить народ, чтобы этого не произошло. Ну да. как оно уже будет? Сейчас Змей Горыныч интернет придумали, чтобы нас устраивать цветная революция, а мы его используем на своих целях, созидательных. Ну и сейчас же главное пробуждение как раз идет через интернет народа, потому что по телевизору многого не показывают, например, твои фильмы, а по интернету любой желающий может. Сейчас уже показано, что больше половины населения России пользуются активной интернетом, а те, которые не пользуются, могут узнать устную форме от тех, кого пользуются, Или в гости прийти. Поэтому, как только человек созревает как яблочко чему-то новому, он нажимает случайно какую-то кнопочку, из интернета выскакивает тот фильм, который ему надо, который его просветит. Те же экран компьютера это тоже свет идет. Поэтому наши фильмы являются тоже намеками. Я твои видео, когда смотрю, там намек на намехи. Вот удивительно, у тебя информационное вот этот, но настолько информационное видео у тебя получаешь шифт, и я я лично просматриваю раза три-четыре, чтобы усвоить, реально, причем пройти должно три-четыре дня, голова так немножко успокоится, потом опять, потому что у тебя действительно глубинные такие вещи проговариваются, тем более ты сейчас буквицу начинаешь уже. Ну да, начинаем с котом больном, активно сотрудничать с Андреем Ивашко. Я когда увидел тебя с котом бояном, я жене сказал, так все, стоп, делаться как левим игре, ставим ящик, смотрим, безотрывочно сидел конечно смотрел каждое слово ваше карту, что вы там говорите, ну вот мы с ним и еще другими сказочными героями провели три фестиваля, сняли огромные фильмы, еще ни один оператор в таком режиме не работал, они обалдели, ну с утра до вечера семь дней снимать, все важно достать, ну да, массивы такие, народной мудрости, ничего лишнего, конечно, и вот сейчас мы будем готовить это и запускать для просвещения всего народа. Андрею Ивашко его тоже практически невозможно смотреть без конспекта, просто смотришь и начинаешь паузу, жмешь и записываешь, потому что иначе утеряется это в голове конечно. Я где-то когда-то слышал такую историю, что к фараону пришел один писец, мудрец такой, который сказал давай я твой народ научу писать. Фараону сказал ни в коем случае. Кто-то спросил почему, он отвечает ты тогда у народа своруешь память, украдешь память. Я раньше как бы слышать это слышал, но не понимал, а сейчас понимаю, что действительно письменность она ворует память у людей. Да, заметьте русские народные сказки так вот сто лет назад с хвостиком на бумагу записали, а тысячи лет они передавались в устные традиции. И в Индии что интересно, там же до сих пор настоящие веды индийские поют наизусть, а те, что бумажные, они говорят это веды для ловшков. Кстати, у Чудинова тоже часто спрашивают, почему вы только одни и те же надписи находите, а зачем писать, когда люди передавали все устно, во сколько у тебя поиск? Ну, через часок уже надо двигаться. Что можем пожелать? Да, вот что бы ты хотел сказать желаем добрым молодцам, красным девицам, радостной победы над змеями Горынычей. Бой этот неизбежен, змей Горыныч уже рядом, пышет на нас огнем, дымом войны, пышет огнем и дымом алкогольного угара, сигаретного дыма. И только если мы все соберем свою матрешку, сходим в обеги древней русской мудрости, вот, тогда мы обретем силушку там и понимание того, как победить змея Горыныча. Вот, я всех приглашаю стать веселый большой хоровод, и хороводом решается все самое главное. Ведь как присоединили на самом деле Крым к России. Когда весной там еще было непонятко, еще о референдуме даже не говорили, просто было непонятко, и все ходили, боялись, там, придут, не придут. Приехал в Крым Иван Царевич выступать, иду по главной площади и говорю, вот здесь надо провести хороводы. Бац, вечером туда приезжает Баба-Яга, Надежда Бабкина, и на всю главную площадь, вот как Красная площадь в Москве, это главная площадь Симферополя, вводят хороводы, поют народные песни, и сразу же на следующее утро это Симферопольская Рада, вот как воздумает, принимает решение о референдуме, понимаешь? И потом раз референдум, все решено. То есть все началось с хоровода, с того, что люди взяли за руки и объединились. И сейчас так будет. мы сейчас хотим делать хороводы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, хороводы на Красную площадь огромные. Вот. Я бы приехал туда. Ну, конечно. Приезжай. Все на странице моей будет описано в Волчьей сети ВКонтакте. И вот эта тема хороводов, она очень важная. Мы сейчас с Василисой Премудрой основали хороводно-освободительное движение. Потому что хороводом решается все самое главное. Вначале хоровода, потом коп. Потому что если копные мужи хоровод не поводят, они будут сидеть за столом и ругаться. Каждый кулик свое болото хватит. А если мы прокачались в хороводах, потанцевали со своей женой, со всеми другими, мы уже, блин, братья и сестры во хороводе. Мы сели за стол круглый и раз решили так, что всем хорошо, их пришли к единому мнению. Понимаешь? Вначале хоровод, потом единственный. А сейчас, знаешь, собираются и сразу лясы точат. Никогда не договорятся. Только через хороводик. Поэтому вот хороводно-освободительное движение, вот, хороводом освободим мир. Здорово. Здорово. Поэтому всем желаем вот такой вот сказочной жизни. Кто хочет весело победить змея Горыныча, меч кладенецу баба Иди уже ждет. Приди к ней, поглучи меч, сядь на белого коня и давайте вместе победим змея Горыныча, который прилетел на Украину. Освободим мать городов русских. всем желаю зажечь царя в голове и стать царской хороводой. Ура! Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин